МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. В Самаре изменит тарифное меню для общественного транспорта. Сколько будут платить пассажиры, обсудили на заседании трехсторонней комиссии в администрации под руководством главы города Елены Лапушкиной. Символ народного единства, стойкости и веры в победу. В Самаре продолжается подготовка к параду памяти. Памяти переводчика, прозаика, публициста. В Самаре отметили столетие известного советского поэта Расула Гамзатова. Отрывки из произведений, писем и малоизвестные факты биографии. В Самарской библиотеке провели литературный час, приуроченный к юбилею Максима Горького. Хулиганская игра джентльменов в столице региона состоялось открытие фестиваля «Большой регби» на Волге. Строительство федеральной дороги в обход Тольятти, моста через Волгу и логистического хаба откроет новые возможности по доставке грузов всеми видами транспорта, отметил губернатор Дмитрий Азаров. Самарская область активно включилась в обновлении инфраструктуры в рамках национальных проектов и федеральных программ. Это ведет к увеличению инвестиций, в том числе зарубежных. Укрепление партнерских отношений между дружественными странами – один из основных вопросов, прошедшего в Пекине третьего международного форума «Один пояс, один путь». Россия предлагает сформировать большое евразийское пространство для сотрудничества и взаимодействия единомышленников, где будут сопряжены самые разные интеграционные процессы, подчеркнул в ходе выступления на церемонии открытия Пекинского форума президент Владимир Путин. В европейской части России сейчас формируется международный коридор «Север-Юг». Важной его частью станет Самарская область, где идет модернизация транспортной инфраструктуры. Символ народного единства, стойкости и веры в победу. В Самаре продолжается подготовка к параду памяти. Он пройдет 7 ноября уже в 13-й раз. Готовность к его проведению глава Самары Елена Лапушкина обсудила на совещании с руководителями профильных департаментов. Подробности расскажем в сюжете. Исторически знаковое событие для всей страны, которое символизирует связь поколений. В администрации Самары с участием временного исполняющего обязанности заместителя председателя правительства области Александра Фетисова и главы города Елены Лапушкиной состояло заседание организационного комитета по подготовке к параду памяти. Он пройдет 7 ноября уже в 13-й раз. Традиционно местом его проведения станет площадь Куйбышева. В нем примут участие 50 парадных расчетов юноармейцев. Это представители кадетских корпусов Приложского федерального округа. Ожидается и специальные гости из Снежного и Бреста, а также делегации из разных регионов и стран. Помимо важнейшего патриотического содержания, которое мы направляем на молодежь, на наш парад, продолжает иметь, и это не громкие слова, международное значение. Его видят везде, замечают. И это всегда свидетельство о том, что молодежь Самарской области, регионов ПФО, Российской Федерации, она как раз сплачена даже через участие такое серьезное. В параде примут участие бойцы специальной военной операции, труженики тыла, дети войны. А главными гостями станут ветераны Великой Отечественной войны. Активную работу при подготовке к ежегодному параду памяти ведет городской департамент образования. В школах организованы литературные конкурсы, конкурсы детских агитбригад. Городской этап областного конкурса сочинения идет. Городской этап областного конкурса рисунков, конкурс юных журналистов и блогеров. В общем, охват планируется, итоговый всех конкурсов, порядка 10-11 тысяч обучающих. Готовятся к параду и учреждения культуры. Работа театров и музеев будет максимально приближена к патриотической тематике. И помимо патриотического воспитания и важных моментов сохранения исторической памяти, это, конечно, продвижение территории. Чтобы о Самаре знали, к нам приезжают, может быть, потом приедут к нам учиться дальше, молодежь, это тоже очень важно. Для гостей праздника в день проведения парада будет работать военно-полевая кухня. Угоститься предлагают солдатской кашей, выпечкой и горячим чаем. Продажа алкоголя 7 ноября на улицах, прилегающих к площади Куйбышева, будет запрещена. Ольга Павлова, Ксения Баканова, Николай Сидоров. События. В Самаре изменит тарифное меню для общественного транспорта. Этот вопрос обсудили на заседании трехсторонней комиссии в администрации города. Подробности в сюжете наших корреспондентов. В администрации Самары состоялось заседание трехсторонней комиссии. Глава города Елена Лапушкина и руководители профильных департаментов обсудили с представителями общественных организаций предстоящие изменения тарифов в общественном транспорте. По словам перевозчиков, себестоимость перевозки пассажиров общественным транспортом в последнее время существенно увеличилась. Среди факторов, влияющих на это, рост стоимости запасных частей, ГСМ и электроэнергии. При этом последнее изменение стоимости проезда было почти два года назад. Ежегодно на 200 миллионов увеличиваем вложение средств в транспортную отрасль. И это помимо того, что закуплено 50 новых автобусов, 12 трамвайных вагонов, электробус, капитально отремонтировано 32 вагона в метрополитене. Последнее повышение стоимости было у нас два года назад, и мы выдержали то обещание, которое давали два года назад. Но за это время вы видите, какие изменения произошли. За 2022 год инфляция составила 12%, за 2023 год инфляция по прогнозам составит 6%. То есть за это время уровень проезда остался тот же самый. Вместе с тем изменения тарифов помогут индексировать заработные платы работникам транспортной отрасли, в которой сейчас наблюдается нехватка кадров, а это в свою очередь сказывается на регулярности работы общественного транспорта. Конечно, заработная плата, например, в ТТУ повышалась только в мае прошлого года. Это большой срок. И при встрече с коллективами это звучит в первую очередь. Если повышение проезда на транспорте будет, конечно, способствовать увеличению как заработной платы, так и социального партнерства, конечно, я за повышение такого. Участники трехсторонней комиссии поддержали изменения тарифов. Что действительно ситуация в отрасли обстоит таким образом, что, наверное, сегодня это вынужденная мера, и в какой-то мере это решение принимать необходимо. Понятное дело, что никому такое решение не нравится, но не признавать определенные факты, ну, совершенно точно невозможно. Предполагается, что стоимость одной поездки в общественном транспорте изменится на 3 рубля для всех жителей, а для студентов и школьников на 1 рубль 60 копеек. При этом по социальной карте и по карте жителей Самарской области тариф останется прежним, повышения не будет. Социальной картой пользуются пенсионеры, а это порядка 40% всех пассажиров. Кроме того, до 31 декабря продолжает действовать скидка по банковским картам российской национальной платежной системы. Для этого нужно установить соответствующее приложение на телефон. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов, События. В Самаре продолжается строительство станции метро «Театральная». Метростроители трудятся в районе областного арбитражного суда и сквера имени Устинова. В этой части расположится самая глубокая точка будущей линии метрополитена. Она достигнет уровня 28 метров. На указанном участке встретятся два тоннеля проходческих комплекса. Один пойдет от улицы Галактионовской, другой от Полевой. На улице Самарской появятся также водоотливные, вентиляционные и другие притоннельные сооружения метрополитена. Для этого понадобится вырубка части зеленых насаждений. Не менее важен и вопрос на перспективу. Он касается восстановления озеленения после производства всех работ на Самарской, связанных с метростроем. Над конструкцией будущего подземного сооружения деревьев быть не должно, поэтому участок засадят кустарниками и травой. Деревья же новые саженцы расположатся в соседних локациях. Среди актуальных задач остается и завершение расселения жителей домов, попадающих в зону метростроя. Новая станция завершит первую линию Самарского метрополитена. После строительства подземка станет более востребованной, поскольку свяжет удаленные районы города с его исторической частью. Театральная позволит горожанам без пробок с комфортом добираться с окраин, например, с Безымянки, до центра Самары и обратно, и чаще посещать театры, музеи и другие социокультурные площадки. Очень актуально. Станция обязательно нужна, потому что нужно разгрузить этот пассажиропоток. Конечно, понимаю, и сама сталкивалась, как едешь в центр города, обязательно объезжаешь и пробки, но, тем не менее, согласны ждать и подождать, и чтобы поскорее открылась эта станция. Хотелось бы посмотреть ее убранство, ее интерьер. Ждем, когда же она откроется. В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с переустройством инженерных коммуникаций с 6 утра 22 октября до 12 ночи 31 октября будет ограничено движение транспорта по улице Маяковского на участке от улицы Садовой до улицы Ленинской. Горожан просят с пониманием отнестись к проведению инженерных работ, а автомобилистам обратить внимание на необходимость заранее планировать свои поездки. Далее коротко о других темах дня. В Самаре при администрации города работает телефон антинаркотической горячей линии Департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции. Если вы обладаете какой-либо информацией о фактах незаконного культивирования, использования жилых и нежилых помещений для потребления наркотических средств и других фактах незаконного оборота наркотиков, сообщите по телефону горячей линии 337-36-26. Также можно обратиться в дежурную часть главного управления МВД России по Самарской области, в отдел управления по контролю за оборотом наркотиков, прокуратуру города и дежурную часть управления МВД России по городу Самаре по телефону 373-76-40. В Самарской области выросло количество вакансий, доступных для людей с инвалидностью. Такие данные приводят в службу исследований российской платформы онлайн-рекрутинга. В сентябре 2023 года в регионе было открыто 1209 вакансий, в которых содержится отметка «Доступно людям с инвалидностью». Для сравнения, год назад количество вакансий для людей с ОВЗ в регионе составляло всего 807 предложений, то есть интерес к этой категории соискателей вырос в более чем в полтора раза. Чаще всего вакансии для людей с ОВЗ открывают в профессиональных сферах продажа, обслуживание клиентов, транспорт, логистика, перевозки, домашний обслуживающий персонал, административный персонал, рабочий персонал. В Кенель-Черкасском районе вечером 19 октября на трассе в ДТП погиб один человек. Количество пострадавших уточняется, сообщили в региональном главке полиции. По предварительной информации на трассе столкнулись большегруз КАМАЗ и легковые автомобили КИА и ВАЗ-2110. На месте аварии работала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили очевидцев происшествия, чтобы установить обстоятельства трагедии. В Самарской области 22 октября отменят одну электричку. Как сообщили в пригородной пассажирской компании, речь идет о поезде номер 7524 «Самара» отправление 1807 «Новоотрадное» прибытие в 19.50. Уточняется, что данные изменения в расписании движения связаны с ремонтом на перегоне «Новоотрадная Кротовка». В Роспотребнадзоре рассказали о пользе хурмы. Как пояснили специалисты, хурма богата бета-каротином, который сохраняет красоту кожи и способствует здоровому зрению, а также йодом, нормализующим работу щитовидной железы. Еще в хурме есть железо, калий, марганец, витамины группы В, фосфор, магний и пектин. Столь богатый состав способствует повышению уровня гемоглобина, поддерживает водно-солевой баланс, улучшая работу печени и почек, укрепляет нервную систему, нормализует показатели кровяного давления и пищеварения. Хурма повышает работоспособность и успокаивает нервы, отметили в ведомстве. Самарские ученые создали космический градусник для орбитальной лаборатории. Об этом сообщили в пресс-службе ВУЗа. Многоканальный регистратор температуры – это система постоянного контроля температурного режима в определенных точках конструкции контейнеров с биологическими объектами. Контейнеры разместят на внешней поверхности орбитальной лаборатории в условиях открытого космического пространства, рассказала научный сотрудник НИИ проблем моделирования и управления Самарского университета имени Королева Любовь Курганская. МРТ-2 полностью собрана из отечественных электронных комплектующих. Аналогов этой аппаратуры нет ни в России, ни за рубежом. В настоящее время аппаратура прошла цикл наземных испытаний и готова к отправке для окончательной сборки в составе космического аппарата БИОН-2. В космос на месяц должны отправиться мыши, мухи, дрозофилы, грибы, бактерии, клеточные ткани. Полет должен пройти на высокоширотной орбите высотой около 400 километров. В 2023 году исполняется 100 лет со дня рождения известного советского поэта 20 века, переводчика, прозаика, публициста Расула Гамзатова. Первые плоды своего творчества он представил широкой публике всего в 9 лет. И почти через полвека выходит, пожалуй, самое известное стихотворение писателя – Журавли. В честь юбилея Расула Гамзатова в одной из самарских библиотек прошла творческая встреча. Собравшиеся читали стихи, пели и рассуждали о наследии, который оставил потомкам великий творческий деятель советского времени. Подробности в нашем материале. Известные строки стихотворения Журавли Расул Гамзатов представил широкой публике в далеком 1968 году. Пройдя проверку временем, произведение остается одним из самых известных в коллекции поэта не только на родине, но и за ее пределами. Годом позже, после выхода стихотворения, родилась одноименная песня. В 1969 году ее исполнил советский актер и эстрадный певец Марк Бернес, композитор и создатель музыки Ян Френкель. В 2023 году исполняется 100 лет со дня рождения Расула Гамзатова. Юбилейная дата стала поводом для творческой встречи в одной из библиотек Самары. В этот день под аккомпанемент гитары собравшиеся гости исполняли не только произведения поэта, но и музыку, эмоционально переносящую в ту эпоху. Встречу приурочили не только к юбилею Гамзатова, но и к празднованию Дня Белых Журавлей. 22 октября отмечается день, или еще его называют, Праздник Белых Журавлей. Это две очень важные даты, потому что все мы знаем, что легендарный поэт Расул Гамзатов, он своим творчеством, всеми своими произведениями призывал к любви к родине, к женщине, к матери. И его поэзия, она многонациональна, она объединяет народа. На встрече гости вспоминали о вехах творческого пути Расула Гамзатова, обсуждали влияние наследия, которое оставил поэт потомкам, и делились впечатлениями о самых любимых произведениях писателя. Стихотворение, оно мне запало в душу, это «Вот я вернулся с дороги», потому что в нем сконцентрировано все, любовь к женщине, к родине, к семье. За музыкальную программу дня отвечала самарская вокальная группа «Славичи». По мнению участников, через песни наиболее точно передается смысл «Дня белых журавлей». И не случайно, ведь инициатором литературного праздника был сам писатель. Этот день объединяет поэзию, духовность, память о погибших на полях сражений. Ксения Баканова, Михаил Ермоленко, Николай Сидоров, События. В филиале Самарской библиотеки номер один прошел «Литературный час». Человек – это звучит гордо. Его приурочили к выставке «Рожденный летать», посвященной 155-летию со дня рождения Максима Горького. В период раннего творчества он работал в нашем городе и размещал публикации в «Самарской газете». Подробности в репортаже Светланы Тимофеевой. Татьяна Файнер – завсегдатый литературных встреч, которые проходят в самарских библиотеках. Говорит, что читать очень любит, а произведение Максима Горького прочла почти все. Больше всего мне нравится на дне. Вот как раз, сейчас как раз касается, это нафиг жизни, что кто-то на дно уходит, а кто-то поднимается. Вот как раз вот Горький, вот как раз наше время. Мне вот это нравится на дне. Сегодня в самарском филиале библиотеки номер один прошла литературная встреча, посвященная юбилею Максима Горького. В этом году ему исполняется 155 лет. В честь этой даты сотрудники библиотеки организовали выставку, посвященную творчеству писателя под названием «Рожденный летатель». Посвящена она литмотив песня о буревестнике и песня о соколе. Именно о самарских страницах жизни писателя. Ведь именно в Самаре Максим Горький раскрылся как писатель. Максим Горький жил в Самаре чуть больше года. С февраля 1895 по май 1896. Он считал, что именно в Самаре родился как писатель. В это время Горький работал в самарской газете под псевдонимом Игудиил Халамидом. О его жизни и раннем творчестве гостям литературного вечера рассказала краевед Валентина Калядина. О Горьком никогда, никогда в нашей стране не забывали. Поэтому вполне естественно. И поэтому я сегодня для своих слушателей самое основное внимание уделю на тех местах, связанных с именем Горького, о его первом раннем творчестве, о его деятельности в Самарской газете как филитониста и как редактора, о его именно первые произведения, напечатанные у нас. Это песня о Соколе, которая как никогда сейчас зовет всех. Безумству храбрых петь славу песням и уважать. Литературные часы библиотеки организовывают минимум дважды в месяц. На них приглашают не только людей серебряного возраста. Гостями часто становятся воспитанники детских садов, школьники и студенты. Светлана Тимофеева, Петр Поломеев, События. Хулиганская игра, в которой сражаются джентльмены в Самаре состоялось открытие фестиваля «Большой регби» на Волге. 19 команд из 9 городов поборются за звание лучших в двух возрастных категориях 2008 и 2010 года рождения. На церемонии открытия побывала наша съемочная группа. Подробности в сюжете Галины Топилиной. 15-летний Тимофей Сетин в сборной команде Самарской области по регби играет на позиции центра веера. Этим видом спорта он увлекся в 2021 году. Сначала было непросто, но уже этим летом Тимофей принял участие во всероссийских соревнованиях. Тогда команда заняла восьмое место. Сейчас у ребят боевой настрой. По мнению Тимофея, у команды есть все, чтобы достойно показать себя на этом турнире. Надеюсь, что отыграем хорошо, все у нас получится, все умеем, все пробуем, тренируемся. Остается только реализовать. Турнир состоится на полях «Восход» и «Энергия» у стадиона «Самара-арена». Фестиваль «Большой регби» на «Волге» проводят впервые. «Самара» выбрана не случайно. Наличие спортивной инфраструктуры, возведенной к чемпионату мира по футболу в 2018 году, стало определяющим фактором. Раньше, конечно, регби не мечтал, чтобы на таких стадионах играли матчи сборной команды России и российских клубов, но раз они появились, надо их эксплуатировать. Правительство региона отнеслось к этой идее не то, чтобы лояльно, а даже с воодушевлением, и поэтому мы здесь, ну и повторюсь, очень хотелось бы, чтобы это была не разовая акция, но появились уже ворота регбиные на стадионе, а раз уж они там появились, как и на многих других, значит, надо играть в регби. Локацию, которую выбрали для проведения фестиваля, оценили и другие команды. В Самару приехали игроки из Санкт-Петербурга, Зеленограда, Долгопрудного, Иваново, Юшкар-Алы, Чебоксар, Липецка, Ногинска, Пензы. Площадка шикарная, мы даже удивлены, что разрешили играть детские турниры на такой площадке. Это вообще для ребят это вау, как интересно, и они довольны, и глаза горят, а это самое главное. Сегодня в регионе популярность регби растет. Самарские спортсмены достойно показывают себя на соревнованиях разного уровня. Интерес к этому виду спорта прививают детям уже со школьной скамьи. Мы обучаем совместно с Федерацией регби учителей физкультуры. Они охотно обучаются, и ребята занимаются регби. У нас прекрасные взрослые команды, которые претендуют на призовые места в чемпионатах высшей лиги по регби, по регби-7, а вот регби на снегу и пляжное регби. Мы являемся чемпионами страны, обладателями Кубка страны. По словам организаторов, проведение фестиваля «Большой регби» на Волге должно стать хорошей ежегодной традицией. Галина Топилина, Сергей Баскин, События. В Самаре пройдет юбилейный, десятый благотворительный фестиваль «Друг человека». Организаторы фестиваля будут пристраивать в добрые руки животных из приютов областного центра. К участию в мероприятии заявлено около 120 кошек и 80 собак. Также на фестивале разместят маркет самарских производителей, зону творчества с профессиональными художниками, сцену с ведущим в фото-зону. С детьми будут работать аниматоры. Мероприятие пройдет 28 и 29 октября по адресу улица Мичурина, 23А. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. 29 октября во дворце легкой атлетики снова пройдет осенний фестиваль городского округа Самара Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В телеграм-канале городской администрации говорится, что в фестивале могут принять участие жители Самары в возрасте от 6 до 70 лет и старше. Предварительные заявки с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, УИН-номера, времени прохождения и испытаний принимаются на электронные адреса центров тестирования. По вопросам участия в фестивале можно обратиться в МАУ «Олимп» по телефону 994-3702. В Красногринском районе учащиеся школы «Яктылык» приняли участие в экологическом субботнике и высадке молодых сосен на территории острова «Зелененький», сообщает в телеграм-канале. С прибрежной полосы убрали почти пять кубов мусора, а в самом центре острова высадили 300 молодых саженцев. Акцию организовали для приобщения подрастающего поколения к труду и бережному отношению к природе. Родители первого В-класса школы номер 154 приняли участие в дежурстве родительского патруля, сообщают в телеграм-канале промышленного района. Подобная инициатива взрослых помогает защитить детей на дорогах и создать для них безопасную среду. В процессе дежурства родители патрулировали близлежащую территорию школы, обращая внимание на возможные опасности, связанные с дорожным движением. Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области напоминает о сроках уплаты имущественных налогов. В телеграм-канале Железнодорожного района сообщают, подробную информацию можно узнать на официальном сайте Федеральной налоговой службы России, в интернет-сервисе справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам, а также через личный кабинет налогоплательщика или же обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС в нашем телеграм-канале на страничках ВКонтакте и Одноклассники. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего вам доброго и отличных выходных! Субтитры создавал DimaTorzok